Всем привет, это Горца Владимир и в этом видео я буду показывать, каким образом можно зарабатывать деньги в интернете, буквально сидя дома. Нет, все не настолько просто, как может показаться, это не халява. Здесь речь пойдет про трейдинг, это торговля на финансовом рынке и, соответственно, можно, конечно, выбрать и другие способы заработка в интернете. Есть, например, программирование, дизайн, да, можно заниматься SMM, можно заниматься инвестициями, что тоже очень, кстати, актуально, особенно в наш кризисный период. Но для инвестирования нужен капитал, а для таких вот спекуляций на финансовом рынке достаточно не очень, ну, относительно небольших сумм для того, чтобы неплохо зарабатывать. В данном случае я буду показывать торговлю на платформе TradeBar, счета у меня сейчас есть в нескольких компаниях, ссылку на эту компанию оставлю в подпись к этому видео. Там есть демо-счета, можно потренироваться. Как всегда скажу, что идеальных брокеров не бывает, у каждого есть свои плюсы и минусы, каждый выбирает компанию под себя, поэтому, в принципе, можно опробовать демо-счета разных компаний и, в общем-то, выбрать для себя лучший вариант. В этом видео буду я торговать по так называемой дневной методике, этой стратегии уже более трех лет и здесь она подходит для торговли на таймфрейме 3 минуты, то есть каждая свечка на графике 3 минуты и сделки будут длиться столько же. Итак, давайте начнем, буду комментировать те сделки, которые у меня происходили. Первая рыночная ситуация, здесь мы видим действительно мощный ценовой импульс, да, то есть цена подскочила в течение, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 свечей или даже там 7, да, 7. Полностью отбила фильтр, что такое фильтр, описано в моем бесплатном курсе, ссылку на него оставлю в подписи к этому видео, обязательно пройдите, если этого еще не сделали, там описаны все мои стратегии. В четвертом уроке там есть как раз таки материал по фильтрам, которые защищают вот от таких длительных последовательностей свечей, чтобы на них не попадать. Так вот, была заключена сделка на понижение на 3 минуты, контракт куплен за 50 рублей. Тут я немножечко ускорю изображение, чтобы мы не сидели, да, не ждали все это время, просто будем сейчас наблюдать, как будут развиваться события. Импульс пока что продолжается, то есть цена продолжает двигаться вверх, но мы знаем, что когда на рынке происходит мощный ценовой импульс, как в данном случае, он в самое ближайшее время демонстрирует после этого коррекцию. В данном случае у нас 3 минуты вылились вот в такую зеленую свечку, да, то есть рынок все-таки подрос, сделка закрывается с убытком за 50 рублей. Как только это происходит, сразу приобретается контракт на понижение вновь на 3 минуты, но уже за 150 рублей. Я использую несколько сделок в серии, в частности не более 6, и в случае необходимости длительность сделок меняется. Все это описано в курсе, есть отдельные видео по изменению, например, времени сделок на моем YouTube канале, не забудьте подписаться. И что мы видим? Следующая 3 минутка, то есть следующая свеча, это довольно-таки быстрый разворот цены вниз, да, то есть рынок действительно быстро падает, и сейчас мы как раз-таки увидим закрытие сделки с профитом. Вот эта строчка под кнопками call и put в правой части экрана, там написана вся информация по текущей сделке, ее сумма, время, заключение, и идет обратный отсчет. Когда время закончится, сделка автоматически закроется и будет подведен по ней итог. Сейчас мы это увидим. Да, сделка закрывается, написано в имя. Все, мы здесь победили. Следующая рыночная ситуация, которая была, видите, восходящая тенденция и быстрый ценовой импульс вверх. Он состоял из нескольких свечек, трех в частности. Как только третья свечка довольно длинная закрывается, я заключаю сделку на понижение вновь на 3 минуты. Кстати говоря, если кто уже работает с IntradeWAR, вот с этой платформой, на которой я сейчас снимаю это видео, то напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас впечатления, какие плюсы, какие минусы вы в этой компании видите. Думаю, что всем участникам и группы, и YouTube-каналу моего будет любопытно узнать о вашем опыте. И что здесь происходит? После вот этого быстрого ценового импульса, да, мы заключаем сделку на понижение вновь за 50 рублей, но рынок продолжает расти. То есть в данном случае цена продолжает довольно быстро двигаться вверх. И как раз-таки на этот случай у нас есть дополнительные сделки для открытия новых позиций. Видите, да, сделка закрывается за 50 рублей с убытком. И как только это происходит, я покупаю новый контракт на понижение уже за 150 рублей. У сделки было написано LOWS, и то есть она закрыта с убытком. Вот такой вот у нас импульс, он достаточно сильно выделяется на фоне остального ценового графика, да. То есть там были какие-то средние свечи, кое-какие бывали подъемы цены, но в этот раз импульс состоит именно из таких относительно длинных свечей. Это говорит о том, что цена рыночная быстро растет вот за вот этот промежуток времени, который состоит, ну, примерно где-то из 12 минут. Импульс продолжается, мы не всегда можем заранее узнать, да, каким он будет по продолжительности. Именно поэтому в серии сделок используется несколько контрактов. Сделка за 150 закрывается с убытком, тут же заключается сделка за 450 рублей. Все коэффициенты в курсе прописаны, то есть там можно сразу понять, сколько денег нужно на все 6 сделок. Если вернуться к статистике, то по дневной методике последняя убыточная серия у меня была в сентябре 2019 года, а сейчас у нас на дворе конец марта 2020 года. То есть, как вы понимаете, если потренироваться, если, что называется, наработать опыт по данной стратегии, то все возможно и постепенно вот эти убыточные серии, вы на них будете попадать реже и реже, соответственно, у вас профит будет больше и больше. Так, сделка здесь вновь закрывается с убытком. Покупается четвертый контракт за 1000 рублей. Я не повышаю экспирацию, потому что рынок рос довольно-таки быстро. Была какая-то приостановка, да, вот только по предыдущей свече. И это, кстати, для меня был сигнал в том плане, что если бы сейчас за 1000 рублей тоже была бы убыточная сделка, и свечка была бы небольшой, то есть небольшая зеленая, да, появилась бы на графике, то в этом случае я бы уже повышал экспирацию. Но это уже, как говорится, отдельный разговор. Да, следующая рыночная ситуация будет вообще очень своеобразная. Давайте мы ее сейчас рассмотрим, как только закроется текущий контракт. Да, здесь победа. Вот эта рыночная ситуация оказалась для меня очень неприятной. Можно сказать, из-за психологии отчасти и отчасти из-за стечения обстоятельств. Но давайте обо всем по порядку. Все начиналось достаточно банально, то есть рынок был в левой части экрана, можно сказать, боковым, с большой амплитудой. И потом он перерастает в восходящий тренд, который заканчивается вот таким вот импульсом из трех средних свечей зеленых. Может быть, вход не идеальный. Лучше было бы подождать, конечно, более длинных свечек, более быстрого импульса. Но бывает такое, я тоже человек, иногда могу поторопиться. В общем, приобретен контракт на понижение на 3 минуты стандартно за 50 рублей. И цена колеблется, как мы видим, возле точки покупки вот этого контракта. То есть только в конце минуты последней идет вот этот вот рост, который мы сейчас наблюдаем. Сделка скрывается с убытком. И я, собственно, приобретаю контракт новый за 150 рублей на понижение. Окей, смотрим дальше. Дальше рынок намекает нам на то, что импульс и вообще сама тенденция на рынке будет сохраняться. То есть рынок прям уверенно идет вверх. Свечка даже получается довольно-таки длинной. Если мы видим, что свеча довольно-таки длинная, то повышать экспирацию особого смысла нет. Напротив, повышение экспирации производится либо на маленьких свечках, либо когда мы уже хотим поймать полноценный разворот. Но не буду сейчас вам забивать этим голову. Все это описано в соответствующем видео в отдельном. Итак, здесь у нас продолжение роста. Я готовлюсь приобретать третий контракт. Собственно, это и делаю за 450 рублей. И дальше просто выжидаю, смотрю, что будет происходить. Цена колеблется возле нуля. Ну и нам остается только ждать. Когда экспирация заранее известна, то в этом плане проще. Мы, можно сказать, не отвечаем уже за закрытие сделки. Это все происходит автоматически. Нам просто остается выждать время и посмотреть, каков будет итог. И в зависимости от него уже предпринимать какие-то иные решения новые. Итак, смотрим пока цена немножечко подрастает. Но свечка при этом не очень длинная. То есть тело у свечи немного уменьшается. Я выставляю экспирацию на этот раз 9 минут. И вот смотрите, что происходит. Цена, когда закрывается, она подпрыгивает вниз. И я не нажимаю на кнопку купить контракт, потому что я не понимаю, как закрылась сделка. Когда я разобрался, то было уже поздно. То есть в строчке сделки под call и put кнопками появилась, видите, надпись lows. И я это поздно увидел. Когда я это увидел, покупать новый контракт уже было ни к чему, потому что цена к тому моменту довольно сильно спустилась вниз. И я бы его купил просто по невыгодному для себя курсу. Окей, ладно, такое тоже бывает. Ничего не поделать. Переходим к следующей рыночной ситуации. Здесь довольно мощный ценовой импульс. В общем-то он отбивает фильтр, который посередине экрана. И импульс состоит из весьма средней свечки, потом длинной, потом средней, потом длинной. То есть весь набор тут свечей по размерам. Но здорово то, что, во-первых, фильтр полностью отбивается. Во-вторых, финальная свеча, то есть та, после которой мы заключаем сделку, она длинная. Импульс тут действительно быстрый. Как только свечка длинная закрывалась, я приобрел контракт на понижение за 50 рублей на 3 минуты. Все довольно стандартно. И цена практически сразу стала падать вниз. То есть тут без каких-либо проблем сейчас сделка будет завершена с профитом. Осталось просто немножечко подождать и перейти к финальной сделке данного торгового часа, которую я хотел вам показать. Они не все подряд идут. Я выбрал определенные сделки, потому что некоторые были абсолютно банальные, и ничего интересного и любопытного в них не было. В предыдущей сделке, например, интересен был именно вот этот мощный импульс, который четко отбил фильтр, и после этого свершен был вход довольно-таки точный. Здесь что мы видим? Довольно-таки мощный тоже ценовой импульс состоит из самых разношерстных свечек по размеру. И здесь такой масштаб, что кажется, что последняя свеча, она небольшая. На самом деле у нее неплохой размер, весьма средний, даже чуть выше среднего. Как только свечка закрылась, я сразу приобрел контракт на понижение за 50 рублей, все стандартно. А дальше терминал подвис. Терминал подвис, сейчас мы это увидим, там время остановится, то есть таймер прям замрет, так сказать. И, собственно, я сначала как-то подрастерялся, думаю, что за фигня, может она отвиснет. Но так как ничего не происходило, то, видите, цена не движется на графике никаким образом. То спустя время я просто-напросто перезагрузил страницу, уже когда понял, что надо бы посмотреть, чем все это дело завершилось. Ну, там была коррекция, сейчас в конце видео мы это увидим. И я открыл список сделок, там все эти сделки последние видны, и текущее тоже, что она закрылась с профитом. Напомню, что дневная методика, а также новостная, описанная полностью в бесплатном курсе, который есть по ссылке в подписи к этому видео, курс есть и в социальной сети ВКонтакте, и в Телеграме. Вы можете и там, и там его пройти самостоятельно. Собственно, где вам удобнее, там можно и проходить. Да, вот как раз-таки перезагружаю терминал, и сейчас справа появится список сделок, и будет видно, что эта сделка закрылась. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка на компанию в подписи к этому видео. Пока!